Еще раз доброго дня, время уже к обеду почти подходит. Ну вот я, все говорят, вот всякое рассказывает про ВНЖ. Я уже в сообществе, у меня очень много, если пролистаете старые страницы сообщества там, там найдете все законы по ВНЖ, что это такое, какой ВНЖ, что означает. Я уже все-все-все это выставил, но и рассказывал тоже. Давайте сегодня, я вот мой подписчик у меня спросил, может ли он по ВНЖ по ТАФУ открыть свое дело, это самое, и работать, да, что-то это. Я сразу хочу сказать, в ВНЖ здесь каких типов ВНЖ бывает. Прекрасно большинство из вас знает. ВНЖ по ТАФУ, это по недвижимости, которое дается человеку на определенное время, которое надо продлевать, вот, плод до получения, до получения гражданства, или же постоянного вида на жительство, или продлевать постоянно, если даже вы этого не хотите, не получать ни гражданства, ни постоянного ВНЖ. Вот, на год дается, на два года дается, это в зависимости на усмотрение, на усмотрение миграционной службы. И вот в ВНЖ по ТАФУ, дорогие мои, это, сразу скажу, что это билет на, на, как говорится, билет, можно сказать, на то, чтобы вы не работали, не занимались ничем, ну, естественно, своим хобби можете, который вы, например, можете дома вязать, там, что-то там, какое-то это делать, чтобы не было цель продажи, любое дело, вот, как мой подписчик спрашивал, любое дело, вот, правильно, Рая, вы тоже написали, ответили, там, еще другой комментатор, что вы можете все, что угодно делать, но, чтобы не получать за что-то прибыль, не продавать, вот, не заниматься, как говорится, трудовой деятельностью, даже теми, той трудовой деятельностью, которая, на первый взгляд, безобидна, это даже, я вам скажу, вот, гида, гид, вот, даже просто, на общественных началах даже, за это вас могут отштрафовать или даже депортировать, вот, то есть, вам дается этот ВНЖ, с целью, чтобы вы жили, тратили деньги, вот, а не волнует, у вас откуда эти деньги, какой-то у вас доход откуда-то, сбережения у вас какие-то, какие-то там, например, другие источники, но этот источник не должен быть в Турции, не заработано здесь, понимаете, вот, если хотите иметь в ВНЖ по ТОПУ, но заняться каким-то делом, работать, вам надо будет получать уже рабочую визу, это не значит, что вы будете иметь и ТОПУ по ВНЖ, это ВНЖ и рабочую, у вас сразу ВНЖ по ТОПУ аннулируется, и вы переходите в другой вид ВНЖ, который называется рабочая, вот, по нему, какой, где вы будете работать, ваш работодатель для вас делает ВНЖ, то есть он оплачивает вашу страховку, все-все, короче, после этого, пожалуйста, на определенную, тоже, который дает через 5 лет право на получение гражданства, вам и вашим несовершеннолетним детям, вот, по ВНЖ, по рабочей, это получает, естественно, и супруг, или супруга тоже ВНЖ получает, но, это не будет рабочий, и у них не будет ВНЖ рабочий, у них будет как типа туристик, короче говоря, они прикреплены к нему, но я еще что хочу сказать, вот, вот это типа ВНЖ, да, они сами по себе почти дублируют друг друга, и там 5 лет, и там 5, единственное, вот, по браку через 3 года, по браку через 3 года, по студенческой тоже свои эти, столько-то лет он должен жить, потом, короче, еще года 2, по-моему, у них там стаж должен быть после университета, после этого уже имеет право на подачу, это самое, получение, как говорится, гражданства, вот, поэтому я что хочу сказать, вы, когда ВНЖ потапу получаете, если вам скажут, что это как, я же говорю, я все рассказываю то, что из своего личного опыта, я когда покупал квартиру в 2013 году, мне тоже сказали, только вы получаете ВНЖ, вы можете вот завтра открыть магазины, там, заниматься бизнесом, то, да, все, пятое, десятое, я на это клюнул, понимаете, я клюнул на это, вот, я думал, действительно, ВНЖ есть же, вроде бы, в обычных других странах, если у кого-то есть ВНЖ, они имеют право работать, ну, там обычно, ВНЖ получать очень трудно, здесь легко, но, за этим легко, кроется другое, подводные камни, это значит, что получили, получили, так, жми одно место, и сиди, никаких этих, неправомерных, неправомерные действия, это, работа, работа, оказание услуг, работа, оказание услуг, вот, если будет доказано, что вы получили деньги, вот, за свои, как говорится, депорт вам гарантирован, и ваша квартира тоже будет стоять, вот, ну, в зависимости, опять же, я говорю, как скажет миграционный служб, может на год, на два, а может и на все пять лет, депорт, все, вот, здесь очень строго, вот, но, легко было, сейчас, почему, Турция, как по себе, вот так вот, особенно те, которые любят Турцию, а для них она осталась, любимая Турция, потому, что они не хотят ни на что променять, но и те сейчас уже, потому, что по кошельку бьет, я вам же выставил, вот, это, турецкая, русская группа, по Турции, да, в фейсбуке было выставлено, видите, в Таиланде, да, годовая аренда, короче, квартиры, тысячи долларов, со всей мебелью, со всеми делами, но это будем говорить, по-турецки, 32 тысячи, вот, разделим это на год, короче, сколько будет это, по месяцам, да, ну, сколько получится, ну, где-то, ой, ну, меньше 100 долларов, да, меньше 100 долларов в месяц, это где-то 3000 лир, да, за 3000 лир вы здесь найдете квартиру, за 3000 лир вы найдете здесь квартиру арендовать, нет, а видите, как Таиланд, Таиланд сейчас в этом выигрывает, видите, как, какие цены, тысячи долларов, там 1050 написали, там люди в комментариях написали, а закруглить можно, и этот парень говорит, кстати, сдают русские, на долгосрок, вот, это самое, 1000 долларов в год, год, здесь, порой доходит 1000 долларов в месяц, поэтому, конкурент, конечно, очень сильный, сейчас, Таиланд, многие уехали, даже наши блогеры, сейчас, там уже, снимают видео, там уже, занимаются, какими-то там делами, ну, как всегда, вот, но, я же говорю, кто любит Турцию, тот, того не волнует, денежный вопрос, он живет, вот, и, здесь, я же говорю, Турция, привлекала тем, что это было очень легко, дешево, легко было, и дешево, сейчас, и легко, нет, и дешево, тоже нет, вот, это два основных параметра, уж и уже, и легко, тоже нет уже, дешево, тоже нет уже, понимаете, осталось только климат, все такое, вот это, ну, фрукты, мрукты, естественно, все, все, вот это осталось, раньше все было, вот это три параметра было, красиво, фрукты, погода, климат, морюшко, легко, в НЖ, и, было, дешево, понимаете, сейчас все это уже, только, я же говорю, одна осталась, а видите, как Таиланд выигрывает в этом плане, Таиланд выигрывает в этом плане, я очень много сейчас смотрю, там даже, огромные квартиры, годовая аренда, короче, наши сдают, видимо, что-то там это, уже накупили эти квартиры, там, где только наших нету, они уже там, перебрались туда, уже половина сибиряков наших, уже там, там, Мичей, моих знакомых тоже, да, ну, кому как, понимаете, кому-то Турция нравится, кому-то Таиланд нравится, даже есть те, которые десятилетиями там живут, их дети там, там Мичей, закончили тайландские школы, уже научились, вот это, каракулем, вот этими, иероглифами, 50, тайландскими, они уже и на тайском языке разговаривают, все-все, вот, но, я еще хочу что сказать, деньги, там баты, здесь лиры, там как-то еще умудряются снимать деньги с российских карт, здесь уже все закрыто, в этом плане, даже, по-моему, уже золотой корон, уже невозможно, уже люди говорят, что никак, Юпай, или как-то майпайку, и Китай, это, счета, иностранцам открывают, но не во всех банках, со всех сторон, короче, да, вот такая, поэтому, поэтому, я думаю, что, Турция, вернется к тому, что было когда-то, иностранцам запрещено, покупать квартиры, а так и было, там, тогда, вот, даже я когда, покупал, в 2013 году, ТАПУ сразу не давали, через два месяца давали, отправляли документы сначала, весь мир, какое-то военное медицинство, оттуда только, когда разрешение, после этого давали, вот, ТАПУ. Вернемся к тому, что, я же говорю, уже будет так, что уже покупка недвижимости, иностранцам будет, я думаю, что недалеко, не за горами, уже это время, когда уже будет, и по инвестициям гражданства, тоже закроют, потому, что, европейские страны, все закрывают, даже Испания уже объявила, что это, Аргентина уже на стадии этого, вот, так что, я же говорю, здесь, вон, уже вот так, здесь, оно и раньше было строго, но, на все это закрывали глаза, понимаете, поэтому, три тысячи риэлторов, в кавычках, да, наших, только в Анталии, это неспроста появились они, три тысячи, в одном городе, миллионники, в городе, три тысячи наших, это, риэлторов, которые, из себя это, тут было так, только приземлялся с самолета, на следующий день, это человек, риэлтор, на следующий день, это человек, уже блогер, на следующий день, человек, это гид по Турции, мне было даже смешно, у меня были такие блогеры, которые, с России приехали, первый раз в Турции, через три дня, только после того, как нога оказалась, это, Турции, сняли квартиру, сразу, ролики начали делать, про пенсии, про это, про уровень жизни, про все, и пошло, короче, у них просмотра, у них подписчики, повалили, короче, понимаете, еще два, три дня же, человек еще не знает ничего, что, просто понаслышке, где там поймал, там поймал, чуть-чуть, там поймал, чуть-чуть, это все соединили, и выдает это, понимаете, вот, поэтому, блудняк, да, блудняк, вот, людей блудняк вести, да, вот, я лично считаю так, что, я всегда говорю из практики, то, что я видел за 10 лет, а 10 лет, это немалый срок, 10 лет, ребята, это немалый срок, получив ВНЖ по ТОПу, вы не можете работать, все, хотите работать, делайте другой вид, другой вид ВНЖ, переходите на другой вид ВНЖ, здесь даже, если по браку, по браку, ВНЖ дали, например, женщин, да, и муж умер, да, она должна, в течение 20 дней, пойти, этот ВНЖ уже поменять, и в велик, другой вид, после брачной ВНЖ, понимаете, здесь не так уже, это самое, многие думают, а вот, наверное, гражданство сразу дадут, как всем, когда это сомнение, всем не дают, тому человеку дают, на которого ТОПу, и несовершеннолетние его дети, если супруг или супруга есть, через три года после получения гражданства мужа и детей, через три года только, до этого дают семейные ВНЖ, все, вот такие дела, всех вам благ, сомнение гражданства мужа и детей,